Медиаграмотность, эстетика кинематографа, критическое мышление, социальные сети и средства массовой информации. Таковы были главные темы медиафорума Youth Meets Media, который проходил в Кишиневе в течение трех дней. В первый вечер молодые люди познакомились с экспертами, а также решили, какие воркшопы хотят посетить на следующий день. Второй день дал старт работе 12 воркшопов на самые разные темы, начиная от перспектив использования в виртуальной реальности и заканчивая способами обучения и развития в Инстаграме. По мнению и тренеров, и участников, выбранные для обсуждения темы действительно интересны молодежи. Мой воркшоп сейчас был про то, как заинтересовать молодежь журналистикой. Я прекрасно понимаю, что если использовать такие традиционные, очень классические методы изучения журналистики, то многим это просто скучно. Инстаграмом пользуются все, и это очень хорошая точка соприкосления сейчас с подростками. И при этом через вот эти всякие инстасторисы, через через веселье, можно дать молодым людям какие-то совсем, может быть, азы начала там сторителлинга интересного. На вот этом воркшопе мне нравится формат, когда тренер может говорить тебе, а ты ему задаешь потом вопросы и уточняешь. Такой формат общения, а не формат лекции. Вот из моего опыта мы очень часто в Baltic Center for Miria Excellence мы очень часто берем журналистов и приглашаем их работать с молодежью. И то, что я вижу по обратной связи, они рассказывают, например, как эти тренинги или те мероприятия, где они участвовали, где они встречались с молодежью, повлияли на них. Ну и, конечно, это возможность для журналистов прийти. Обычно они там взяли интервью, когда они немножечко больше работают с молодежной аудиторией, они могут поучиться у молодежи, потому что молодежь тоже может рассказать очень много важных моментов. Один из воркшопов был посвящен теме медиаграмотности. По мнению его модератора Вероники Бобок, учиться фильтровать информацию дети должны еще в школе. Это формирует критическое мышление, это формирует как правильно вообще понять информацию, тем более, что мы живем в такой эре, где просто на нас информация давит изо всех сторон. И как правильно понять, из каких источников правильно информироваться, как вообще фильтровать всю эту информацию. Конечно, я за то, чтобы как можно раньше начать, чтобы дети, молодые ребята узнали о медиаграмотности. Всегда есть место для лучшего, потому что новости обновляются каждый день. Каждый день надо быть в курсе событий, в курсе медиаграмотности. Третий день начался с медиаярмарки, где свои проекты представили молдавские, зарубежные СМИ и НПО. Редакция молодежного квартала также не осталась стороне и предложила участникам встречи почувствовать себя настоящими журналистами, которые делают репортаж с места событий. Уважаемые зрители, к нам поступила сенсационная информация. На ферме, где разводят коров и свиней, упала летающая тарелка с инопланетянами. Сейчас, прямо сейчас мы идем в сарай, где по всей видимости находятся инопланетяне и невероятно доят коров. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас у окна роддома. Сегодня произошло невероятное событие. Родился 6-миллионный житель нашей страны. Ура, товарищи! Поприветствуем эту замечательную женщину, которая родила 6-миллионного человека. Великобритания. Приветствую вас! Я пригласил к маленькой городу с очень интересными людей. Это одна из жителей. И я хочу узнать, что они делают. Мне кажется, что они делают что-то с медиа. Вы видите, что там. Очень интересная. Приветствую вас, Кыргызстан! Я живу в Молдавии. В Молдавии, они живут в Кузьмезгелин. Итак, дамы и господа, мы сейчас находимся на самых настоящих скачках. Мы можем видеть Жакеев и Жакеш, которые дают интервью. Здесь очень жарко. Здесь очень насыщенная атмосфера, потому что у нас сегодня лидирует Кони из Молдавии. Организатором молодежного медиа-форума выступила Deutsche Welle Academy. В мероприятии приняли участие представители из разных стран. Молдовы, Украины, Сербии, Боснии, Герцеговины, Грузии и Кыргызстана. Ют Митс Медиа оставил в памяти его участников приятные воспоминания, новые знакомства, а также бесценный опыт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова